Друзья, доброго всем дня! Ребята, ситуация дальше некуда. Очень тяжелая. Заблокировали пайпал. Пришлось срочно открыть новый. Ребята, малыши просто как горох сыпятся. Поломанные, искалеченные тоже. Корма осталась действительно на два дня. Но, ребят, это вилами на воде. Друзья, у нас в жизни случаются не то, что экстренные, а чудовищно экстренные ситуации. Вот как с этим котиком. Малыша нашли под машиной. Лапа сама видите. Немножечко внизу, немножечко вверху. Что испытал этот зверь? Ребята, да врагу не пожелаю, когда вот так голая кость торчит. Это вообще ненормально. И вы представляете, сколько времени эта лапа у ребенка болела? И никто, никто ему не помог. Ребята, мы с вами, это последняя инстанция. Ребята, у нас долг в клинике. Меня просто посылают нахер уже открытым текстом. Ребят, вот как сейчас, прошу вас, вот точно так же упрашиваю врачей прооперировать. Ну, помогите, ребята. Ну, посмотрите, как творится, что. Разве можно оставаться равнодушным к чужой боли? Ну, люди мы после этого или нет? Ребята, нас 38 тысяч подписчикам. Да если даже каждый даст по 100 рублей. Мы купим и корм, и погасим долг в клинике. Ребята, ведь это приют. Это бездомные, которые нуждаются в вашей поддержке и в вашей помощи. Ребята, наш канал, это просьба постоянная боль. И вам решать, ребята, на чьей вы стороне. На стороне добра или зла, или будете равнодушно проходить мимо. Любой из вас может послать даже 10 рублей. Слышите? 10, я уже не говорю про 100. Но любой может, ребята, любой, кто посмотрел этот ролик. Я обращаюсь к вам. Если вы люди, ребята, помогите. Потому что животные, это наша общая боль. Наша общая боль, даже если мы отворачиваемся, они никуда не деваются. Неужели сердце позволяет осознавать это и проходить мимо? Да кто же тогда мы, если можем себе это позволить, быть равнодушными к вот таким страшным ранам, к такой чужой боли, к таким страшенным, просто чудовищным мучениям? Ребята, не могу. Мне просто больно, невозможно больно, ребята. Я реву, сижу, потому что, ну, нельзя быть сволочью. Надо оставаться людьми. Надо оставаться людьми, ребята. Малыши, выброшенные в коробке, как мусор под магазин. Ребята, я думала, этот ролик зацепит сердца. Просмотров, бог знает сколько, посмотрите, никогда не было столько просмотров. А помощь, ребята, а помощи нам даже не на что купить молоко. Вы понимаете, я одиннадцатый день, ребята, одиннадцатый день. Вожусь с малышами. Это каждые три часа надо круглые сутки. Кормить их, убирать, пеленки менять, животики массажировать. Ребят, ребята, а мы не можем собрать им даже на молоко. А что же говорить тогда о прививках? Ребята, в приюте тоже для щенков закончился корм. Ну, что мне делать? Ну, к кому кричать, к кому обращаться? Ребята, извините меня за этот срыв. Это от усталости. Это действительно усталость. В шестьдесят два года, ребята, не спать две недели, это много. Это я утрирую. Хотя, почему утрирую, ребята? Впереди еще минимум неделя, пока малышня начнет есть сама. Ребята, пожалуйста, помогите. Ведь у нас, кроме вас, никого нет. Продолжение следует...